Здравствуйте дорогие мои подписчики, а также гости канала Сама Себе Огород. Сегодня 17 июня и я решила сделать обзор грядки с капустой. Участок у меня находится на бугре. Погода у нас стоят дни очень жаркие, так как я знала о том, что прогноз погоды у нас именно предвещает жару. Я при посадке капусту старалась замульчировать. И это сделала я уже два раза. Выглядит капуста на сегодня, я бы сказала, прекрасно. Когда начала капуста подрастать, я решила стебли чуть-чуть окучить. И когда я рукой залезла под эту мульчу, то обратила внимание на то, что грунт, то есть почва очень мягкая и влажная. И только сорняков там немножко, потому что возле стеблей там не сильно была мульча. И так вот некоторые сорняки выросли. И так получается три в одном. Земля рыхла, червячки работают, рыхлят нам землю. Также сорняков меньше, можно сказать, вообще нету. И плюс влага сохраняется, хотя дни стоят очень жаркие, солнечные. Так что я таким способом уже буду, видно, выращивать постоянно капусту. Попробовав, я убедилась в том, что это уже как бы очень удобно и выгодно для себя. Экономия времени и меньше затрат труда. Поэтому я очень благодарна блогерам, которые рассказывают в интернете о том, что грядки лучше мульчировать. Я в этом году попробовала. Вот и перец у меня там, и кабачки рядышком. Все у меня замульчировано. Так что, друзья, это очень удобно и очень хорошо. Здесь капуста у меня ранняя июньская. Вот две рассады почему-то у меня салатного цвета. Это я пока не знаю. Вот здесь у меня уже тоже июньская. Хорошие уже качанчики начинают появляться. Капуста коля. Этот сорт мне очень нравится, я с ним не расстаюсь. Здесь очень ровненькие листики для голубца. Очень хорошо. Также здесь капуста цветная. И капуста бруколи. Хотя я уже и разочаровалась с ней. Но решила еще раз попробовать ее вырастить. На данный момент сегодня 17 июня. Выглядит она неплохо. Будем ждать, какие будут результаты. Решила просто менять сорта. И все-таки все равно еще пробовать. Потому что бруколи я очень люблю. С ней готовить блюда. Вот и все, друзья. О чем я хотела с вами сегодня поделиться. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok